Муравьи это бескрылые насекомые, крылья имеют самки в период спаривания и самцы, но последние живут недолго. Брюшко стебельчатое, стебелек имеет одно из два кольца. Муравьи отмечаются в семьях пчел почти на всех пасеках, наиболее часто встречаются с садовой или черной муравей, рыжий лесной, темно-бурый лесной и другие виды. В некоторых случаях при нападении на ульи они способны разграбить запасы меда в семье, вынося за сутки данного килограмма меда. Из слабых семей уносят яйца пчел, поедают личинок, иногда нападают на слабевших пчел, улитков или в поле, селятся в утеплениях ульев и могут заносить семьи различных возбудителей американского и европейского гнельцов. Однако в целом деятельность муравьев можно считать положительной, так как они уничтожают многие виды вредных членистоногих, очищают пасеку от трупов пчел. Целью предупреждения нападения муравьев на семей пчел пасеку размещают в местах, не занятых их гнездами. При наличии гнезд муравьев их осторожно собирают и переносят в расстоянии 100-150 метров от пасеки. Уничтожение муравьевных гнезд, особенно в лесной местности, чревато большими неприятными последствиями окружающей растительности, а значит и для пчеловодства. Посадка томатов на пасеке обычно отпугивает муравьев. Репеллентными свойствами против муравьев обладают также котовник кошачий, хоризонтема обычная, свежие листья черного ореха, метиловый и зиловый спирты, бура, порошок серый, пищевая соль. Для предупреждения нападения муравьев пули ставят на специальные подставки, ножки которых смазывают толом, нефтью, солидолом или другими минеральными маслами. При нападении муравьев улей тщательно очищаются от них. Для уничтожения троп муравьев места их проходов и размещения протирают спиртом. Основная мера профилактики нападения муравьев – это содержание сильных пчелинных семей на пасеке в добротных улей. Массовые атаки муравьев особенно опасны весной, когда может быть уничтожена целая семья.